Вот уже больше полугода Розаевский районный суд рассматривает дело железнодорожников. Представители руководства здешней дистанции пути попались на банальном воровстве. Их обвиняют в краже рельсов, отслуживших свое, но вполне пригодных для сдачи металлолом. История тянется еще с 2012 года, и вот наконец суд перешел к премиям. В зал суда проходят адвокаты и подсудимые, некоторые даже закрывают лица. Следом прокурор. Наконец заходит и судья. В общем, все внутри, мы снаружи. Вопрос о нашем присутствии на судебном заседании решается отдельно, зато положительно. Мы прошли и стали свидетелями судебных прений. Вот выступает адвокат Бочарова Любовь Калинкина. Она подчеркивает, рассмотрение дела в суде было долгим, и винит в этом прежде всего следствие. Судебные производства в суде первой инстанции длится в течение 7 месяцев, и длится вовсе не по прихоти суда или участников процесса. Во многом затяжной характер данного судебного разбирательства обусловлено на взгляд стороны защиты, защиты Бочарова, в некачественном предварительном расследовании. В своей долгой и обстоятельной речи адвокат чаще всего употребляла слово «несуразность». Так она охарактеризовала целый ряд положений, озвученных прокурором в обвинительном заключении. Самая, может быть, большая несуразность, которая вытекает из обвинительного заключения, тут даже смешки разговались по поводу моих усилий исследовать этот вопрос. А этот вопрос заключался в том, что в обвинительном заключении так и не определено конкретно и доказательно место совершения хищения. Не удовлетворяет адвоката и то, как следствие распределило роли между фигурантами дела. Наверное, потому что ее подзащитный в материалах фигурирует как автор идеи, режиссер, организатор и вдохновитель преступной схемы. Напомним, троих представителей высшего руководства Рузаевской дистанции пути Бочарова, Безрукова и Коротникова обвиняют в мошенничестве по предварительному сговору с использованием служебного положения. Детали из уст прокурора. Обвиняются они в том, что в период с 25 февраля 2012 года по 17 апреля 2012 года, действуя по предварительному сговору, совершили хищение лома строгодних рельс в количестве 30 400 килограмм на общую сумму 202 226 рублей. Уже в скором времени суду предстоит поставить точку в истории о том, как троим начальникам удалось умыкнуть 30 тонн металла с родного предприятия. И какова в этом деянии вина каждого из них. Павел Степаненко, Александр Данилов. Наши новости из Рузаевки.